ОАЗИС МЕДИЯ По чтению из Нового Завета, который соответствует, мы сделали это соответствие, недельной главе «Бо» из книги «Исход» с 10 главы, мы сейчас читаем еще 12 главу, и я назвал этот урок «Слепой народ». Я хочу прочитать 12 глава с 36 по 46 стих, и я буду читать, немножко перескакивая, как всегда, чтобы сохранять и иметь больше времени. Доколе свет с вами, веруете в свет, да будете сынами света. Сказав это, еще отошел и скрылся от них. Сколько чудес отворил он перед ними, но они не веровали в него. Да сбудете слово Исаии пророка, Господи, кто поверит слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня. Потому не могли они веровать, что, так как сказал еще Исаия, народ сия слепил глаза свои, окаменел сердце свое, да не видят глазами, не уразумеют сердцем, и не обрастятся, чтобы я исцелил их. И сия сказал Исаия, когда видел славу, пророчески видел славу грядущего Сына Божьего. Хотя, Писание говорит, многие из начальников уверовали, но из-за страха перед прушим, фарисеями, не желая быть отлученными от ортодоксальной синагоги, они не исповедовали, что увидели в Ешуа Машеха. И еще же сказал им, верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня, и видящий меня видит пославшего меня. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не остался во тьме. Я хочу разобрать вот этот стих. И, вы знаете, нет никаких сомнений, что Иешуа был послан прежде всего народу Израиля. Я вспоминаю стихи из Евангелия от Луки, хоть мы сегодня в Евангелии от Иоанна. И там есть такая история, когда младенца Иешуа приносят в храм, его берет на руки старец, пожилой человек, некоторые на него думали, а куку какой-то находится возле храма, просто ненормальный. А многие понимали, что это очень пророческий человек, поэтому нам не нужно высвобождать быстрого суда, когда мы видим часто странных людей. Такие люди, к сожалению, или к радости есть, и нам нужно быть аккуратнее с нашими устами. Кто знает, может ангел Господень. В том случае Симеон взял, или Шимон взял на руки младенца еще и говорят, сейчас я могу умереть спокойно, потому что очи мои видели ответ Господень. То есть ему было открыто, что при жизни он увидит Машеха. И он сказал вещь, которая по сути описала в глобале две цели, ради которых Господь посылает Иешуа. Он говорит, первое, и там именно в такой последовательности, не знаю даже почему Лука использовал эту последовательность, он говорит, свет к просвещению язычников. И второе, славу народу твоего Израиля он принесет. Я начну со второго, потому что еще очень часто говорил такие слова. Я послан к погибшим овцам дома Израилева. Слава народу. То есть ясно, что израильский народ, имея величайшее призвание послужить целям Божьим. Помните, написано в Исаии несколько раз, о раб мой Израиль, я призвал тебя, или малочисленный Израиль, я сделал тебя инструментом, молотилом в своих руках. Ты будешь исправлять мир, разрушать горы неверия. Я сразу говорю вам с интерпретацией эти слова. Ты будешь моим инструментом, этот инструмент Божий, Израиль, в течение тысячелетий, находясь в окружении народов, или Вавилона, не всегда мог исполнять свою роль антивавилона, Божьего молотила. И многие среди народа заболели грехом, неверием, эллинизмом, материализмом, всем тем, чем мы болеем сегодня, как верующие также. И вот еще приходит, и одно из назначений, которое он получает от Господа, восстановить славу народа Израиля. То есть вернуть их к оригинальному призванию. Поэтому нет никаких сомнений, что еще приходит и его цель, чтобы народ просветился. Но люди не верят. Он пришел, чтобы просветить, а они все равно не верят. Что-то закрыло им глаза. Исайя обвиняет народ, говоря, вы закрыли свое сердце. Но я хочу сказать, так это, часто мы слишком заняты своей жизнью, чтобы слушать Бога. Но иногда, и с Израилем случилось именно, я думаю, вот это, то, что мы читали в недельной главе Бо, в Исходе. Всякий раз, когда Моше говорит к фараону, почему-то там потом всегда присутствует такая фраза, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал. Вы знаете, в послании к римлянам, это 9 глава, 17 стиха, есть такая, по 20 стихе есть такая вот теология Павла, Рава Шауля, еврейского раввина, который говорит, кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает. Как ты поспоришь с ним? Вы знаете, да, были посреди Израиля люди, которые выбрали для себя проигнорировать этого молодого раввина из Назарета, который делает чудеса, и чудесами явно подтверждает, что он тот особенный избранник. Но были многие, у которых что-то внутри было от Господа закрыто. В римлянах, в 11 главе, очень четко Павел подводит под эту мысль такую идею, что Бог до времени ожесточил, чтобы благословение, или та функция, которую провозгласил Симеон, свет к просвещению народам, язычников, мог начать действовать. Но вот мне кажется, там вот что-то из этого случилось. Израиль Богом стал в определенной мере ослеплен. И вы знаете, сейчас я хочу сказать слова к тем верующим в Ешуа из евреев, ради которых он пришел. Нам Бог явил особенную милость. Потому что 99% нашего народа по-прежнему не увидели. Без сомнения увидят, Писание говорят в Захарии, и возрядно того, который был пронзен, или того, которого пронзили, написано, что начнут исполнять ту заповедь, которую Бог сказал Моше, будет вождь как ты. В него будут веровать, кто не будет веровать, у него будут проблемы, но будут веровать, потому что я люблю свой народ. Но сегодня мы в определенной мере получили особенное благословение быть первенцами. Ну, не совсем понятно, до нас 20, 30, 40 лет назад были люди, которые пришли к вере среди еврейского народа, что Ешуа, Мошех есть ответ. Нет, не новая религия, как некоторые говорят, а продолжение того откровения, которое Бог дал Авраму, Ицхаку, Якову, Моше, Давиду, пророкам. Того великого откровения, которое возвращает нас в призывание быть антивавилоном. И здесь я хочу сказать, ценим ли мы это? Я говорю сейчас к мессианским верующим, и не только к ним. Ценим ли мы то, что Бог нас призвал посреди этого века быть светом? Эта мысль меня не оставляет. Вы знаете, в свое время, когда народ Израилев получил от Господа слово при выходе из Египта, вы будете моим царственным священством. Они начинают поклоняться золотому тельцу, и сжимается это обетование, вы все будете царственным священством. Только на колено Левия падает священство, потому что остальной народ выбрал отойти от Господа. Сегодня Левия не может служить, к сожалению. Храма нет, жертвы нет. Но мы соделались царственным священством, так Писание говорит, потому что Ешуа предложил нам входить в другую скинью, не та, которая была в пустыне, или не та, которая стояла раньше в Иерусалиме и стала разрушенной. Но Писание говорит, существует небесная скинья, в которой он является Коген Агадоль, великий первосвященник. А каждый из нас, царственное священство, реализуем ли мы это призвание? О Господи, помоги нам в этом деле. Еще один урок, тоже из Евангелия по Иоанну. И я хочу пробежаться по следующей части, которая сильно проговорила ко мне, и она касается вечерей Господней. И здесь, в Евангелии от Иоанна, в отличие от других Евангелий, показана некая другая сторона. А там, в Луке, в Матфея, в Марке, больше сосредоточено, вот они сидят за столом, вот чаша, сия есть, кровь моя, вот хлеб или маца, пресный хлеб, есть плоть моя. Кто не будет этого есть, странные слова. Неделю назад я говорил, очень часто, в момент, когда мы читаем это, вот в такой стандартной интерпретации для Иудея, слова, ешьте мою плоть, пейте мою кровь. Это звучит просто ужасно, не случайно, наверное, тогда некоторые из иудеев просто были готовы убить его, Господа. Суть здесь была, конечно, аллегорическая. Кто не осознает, что он участвует в том, что я за него становлюсь жертвой, то есть в моем распятии, тот не будет участвовать в моем воскресении из мертвых. Параллельное место этому это погружение в воду, когда, подобно священникам, входящим в служение, мы погружаемся, ассоциируемся со смертью Машеха, что мы виновны в его распятии. Встаем из воды, очищенные в том, что мы обновились верою, соединились с ним. Вечеря явно, но здесь в Иоанне мы видим какие-то другие фрагменты, другой ракурс. И я хочу его показать, читая короткие, короткие стихи. Начинаем 13 глава с 8 стиха. Во-первых, здесь такое вот противостояние Петра и Ешуа. Ешуа хочет умыть ноги Петра. Петр говорит, не умоешь ног моих вовек, Ешуа отвечает ему. Если не умою тебя, не имей счастья со мною. Шимон Петр говорит, Петрус говорит, Господи, можешь меня всего искупать. Вы знаете, в некоторых традиционных общинах этот стих интерпретировали буквально. И там во время вечери Господней омывают ноги. Я не противник, не сторонник этой практики. Просто смотря на этот текст, ну скажем, с иудейской позиции, я могу сказать, я в этом стихе вижу только одну вещь. Большей послужи меньшему. Если мы можем включать этот принцип в наших жизнях, вот тогда это будет здорово. А помоем ли мы ноги, или помоем ли мы руки, или поможем какой-то семье, когда у них какие-то дела посмотреть за ихними детьми, или какой-то многодетной маме какие-то сестры соберутся и помогут убрать дома, послужат ей, послужат кому-то. Это основной смысл. Если мы имеем этот вот самый Дух Господень, и наше участие в этом таинстве, соединении плоти, крови, когда мы прилагаем свои чувства, эмоции, сердца, силы. Следующее место я читаю из Евангелия от Иоанна, 14 глава, первые два стиха. Да, не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обители много, а если бы не так, я бы сказал вам, я иду приготовить место вам. Очень интересное место, и я его хочу рассмотреть тоже с позиции еврейского взгляда на Писание, и также обращу интересующихся к уже имеющимся в Ютубе и на нашем сайте семинару, который называется Тикун Олам. Вы знаете, человек был сотворен совершенным, и когда Господь вводит Адама и Хаву в Эдемский сад, говорит здесь, живите, плодитесь, размножайтесь, наследуйте, хозяйничайте, не предполагалась смерть. Вообще не предполагалась. То есть земля в совершенстве с полнотой жизненных сил и человечества, сотворенная неспосредственно от участия Творца, поставленная венцом над Божьими творениями, не предназначалась этому творению умирать. И когда Адам и Хава сделали шаг от Господа, и им было назначено смертью, да умрете, после этого вводится такое понятие, которое называется потусторонний мир, называется по-разному в иврите, используется слово шеол, или преисподня, оно часто используется, и когда мы слышим слово преисподня, нас всегда немножко коробит, на иврите это слово шеол от слова шейла, вопрос, то есть таинственное место, а что же там за кордоном, и куча книг по этому вопросу вы можете найти в интернете, на прилавках книжных магазинов, все они не отвечают до конца, и Писание тоже не старается открыть нам все до конца, но явно, что это было место, сделанное Господом, как вариант Б, из человечества падет. И когда произойдет полное исправление, как написано в Деяниях Апостолов, 3 глава 17 по 21 стих, написано, когда Бог исправит все, понятно, что мертвые воскреснут, и тому месту уже не будет даже иметься нужда быть, но пока оно есть, шеол, или преисподняя, разделенная на две части, одно из них названо гейном, место, в которое попадают те души, или духи людей, нематериальная часть, тело, понятно, земля, прах и все такое, которые грешили против Бога, они попадают туда, и там есть определенное наказание, возмездие и прочее, без подробностей. Другое место называется Лона Авраамова, как там, что там, благословение там, чудо там, нечто особенное там, написано, не знает того глаз, не видел того, не слышал уха, что Господь приготовил, то есть попадают там в определенное блаженство, исцеление, Господню близость, Лона Авраамова, еще говорит, а я там для вас готов приготовить еще лучшее место, или оно уже приготовлено, потому что там, там все знали, что я приду, и будут люди, которые пойдут за мною, какое-то особенное, привилегированное место для его последователей. Почему так? Итак, в иудаизме есть такое выражение, ради заслуг такого-то человека. Есть в римлянах выражение, ради заслуг отцов, ради заслуг Господа Ишуа, а мы стали его учениками и последователями, нам принадлежит это место. Оно чудесное, но оно временное. И когда наступит колокол, когда затрубит труба, когда воскреснет ангел, когда закончится то, что называется, пути для восстановления всего, и будет воскресение из мертвых, все воскреснут, пребывающие там тоже, в какой-то нереальной славе. Ладно, двигаемся дальше. Я читаю 14 глава, 11-12 стих. Я сказал, я не буду подробно там каждое место пояснять, вот то, что мне проговорило, то, что я посчитал нужным, в этот раз больше отметить, я отмечаю. И все это в контексте «Верьте мне» или «Вечеря Господня», или «Что обозначает вот это единение с Господом». «Верьте мне, что я в отце и отец во мне, а если не так, то верьте мне по самым делам». Истинно, истинно говорю, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду. Я уже в прошлый урок учил о созерцании. Эти слова, их невозможно пояснить логическим. Я в нем, он во мне, вы во мне, тогда мы вместе, дела. Без того, чтобы мы как бы впитали эти слова. Я призываю вас, лейтбонен, поразмышлять на этих словах. Ешуа – единение с Отцом, мы – единение с Ним. Вы знаете, это способствует тому, что в нас раскрываются какие-то двери, через которые может врываться поток из мира грядущего. Дух Божий, давая нам какие-то переживания, и тогда будет сэкономлена огромная масса наших физических усилий, высвобождая Божью силу. Подобно, как Господь, когда ходил по земле, делал невероятные вещи, потому что слышал Отца, пребывал в нем. Пусть Бог поможет нам это. Читаю дальше. 14 глава, 16-17 стих. «Я умолю Отца, даст вам другого утешителя, да пребудь с вами вовек». То есть, пока Ешуа с учениками, он сам их ободряет, утешает. Он их раби, он их учитель, наставник. Они прибегают к нему, говорят, мы разочарованы, мы радостны. Он говорит, я уйду, но придет утешитель, дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. Но это факт. В этом мире, правда, ученые принимают вещи, которые они видят, гравитацию, волновые эффекты, но большинство людей, они определенно материалисты. Что не почувствую, то не принадлежит мне. А вы его знаете, ибо он с вами пребывает. Это пророчество. Вы знаете, нет сомнений, что Дух Божий и до того, как Ешуа пришел, пребывал на людях. Была масса помазанных людей. И в Израиле особенно было много людей, которые имели на себе помазание от Господа. Но здесь что-то другое обещано. Что-то более интенсивное. Мне очень сложно это интерпретировать. На эту тему некоторые мыслями расходятся, некоторые говорят, что это связано с говорением на иных языках, или не с говорением, и то хорошо, и то хорошо, и то хорошо. Но просто хочу сказать, когда мы знаем, что Он наш Машеях, учитель, наставник, мы веруем в Него, в Сына Господа Бога, мы знаем, что мы должны идти за Ним, то Дух Божий каким-то странным образом, присутствуя в нас, вдохновляет, утешает, наставляет, дает премудрость, иной раз проводит через определенные обстоятельства. Но про это позднее. Я читаю с 19 по 21 стих. «Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу. И вы будете жить. В тот день узнаете, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот сам возлюблен, будет Отцом Моим. И Я возлюблю Его, и явлюсь Ему сам». Вы знаете, поинять эти слова без то, о чем я уже говорил, созерцания, когда мы просто начинаем размышлять о Нем. «Бог, Господи, Иешуа, как понять, к чему это? Я стараюсь. Приди, созерцание». Здесь немножко связано с мистикой. Но если мы не будем убегать в эту мистику, в эту отдельную комнату, где мы можем просто медитировать, размышлять о Господе, то суета и интенсивность этого мира будут захлёстывать нас, удаляя нас от божественных дел, божественной правды. Еще раз. Пусть Бог поможет нам все это совершить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова